Здравствуйте! Вы на библейском портале Экзекет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня, по традиции, мы с вами разберем один-единственный стих, потому что в Евангелии нет мелочей. Каждое слово, которое Дух Святой через апостолов нам отвестил, имеет ценность для нашего спасения, ценность практическую. Поэтому даже если мы любим прочитать главу, поразмыслить над притчей, поразмыслить над каким-то отдельным поучением Спасителя, то мы можем что-то упустить. Упустить и, да, открыть для себя центральное место притчи, но не заметить, что даже в каком-то слове, которое Спаситель сказал вроде как походя, но раз оно для нас в Библии сохранено, то в этом слове тоже может быть опора для нашего спасения души. Итак, сегодня мы с вами разберем 7 главу Евангелия от Луки, 47 стих. Прочтем его. «А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Как всегда, конечно, нельзя вырвать из контекста. Вспоминаем контекст. Господь у мытаря по имени Симон находится на застолье. Застолье, то есть вот возлежат не только один мытарь Симон, потом мы дальше увидим, что есть и другие люди присутствуют. Жена грешница, по традиционному толкованию грешница, наверное, что вот блудницей она была, хотя грех ее именно в Евангелии не указан какой. Но, по крайней мере, известно, что она грешница. Симон об этом понимает. И она приходит и плачет в ног спасителя, умывает их миром, целует эти ноги, сокрушается о своих грехах, а Симон осуждает. Господь в ответ на это, тут можно сказать, у нас бывают различные ситуации. То бывает, Господь поучает притчей, то Господь берет и обращает свой рассказ, прямое поучение, прямое наставление. Апостолы нам об этом говорят. Однако здесь очень интересно, что мы видим реальную историю, а внутри нее мы можем еще увидеть маленькую притчу, где Господь говорит два должника, и ни один не мог расплатиться своим долгом, и тому, и другому Господин простил. Господин, Господь. В русском языке нам чуть-чуть сложнее, потому что у нас Господь относится только к Богу, а вот Господин мы можем назвать с уважением. В принципе, во всех языках, в абсолютном большинстве это одно и то же слово. Так вот, Господь, Господин прощает эти долги и тому, и другому. Просто у одного долг большой, другой маленький. И Господь спрашивает, кто же больше вас любит? Ну и Симон, фарисей, отвечает вполне верно, что тот, кому больше простили, то он-то и больше будет себя чувствовать обязан. И вот итогом этих слов, это, вот можно сказать, семечка, которую Господь забросил в душу Симона, и Симон, который только что в душе у него осуждение расцвело, то вместо этого приносится добрый плод на основе слов Христа, Господь подытоживает. Подытоживает вот всю эту ситуацию, подытоживает и свой некоторый приточный образ, да, что вот грехи прощаются и много возлюбят. А кто, кому меньше прощается, тот меньше любит спасить. Тут мы можем попасть в такую логическую ловушку, которая, безусловно, лукавый постарается наш сопротивник нам подкинуть. Ну, наша же задача возлюбить Бог, да, все же согласны, Бог любовь, и мы в любви к нему приближаемся. Вот Господь говорит, больше возлюбит тот, кто больше согрешит ему, простятся грехи. А тот, кто вот меньше простятся, он и меньше возлюбит спасителя. И нам может показаться, ну, значит, надо как-то погрешить, чтобы покаяться, да и то, в принципе, вот такое бывает. Приходишь на исповедь, особенно когда человек к исповеди относится так, просто без должного почтения, просто как галочки перед причастием, ой, надо перед причастием поисповедоваться, то вот в такой ситуации, увы, человек нередко приходит и даже думает, ой, что бы мне батюшке сказать? Каждую неделю повторяй один и тот же список. Да и даже там две недели прошло, но, в принципе, все то же самое. Вот дай-ка еще что-то вот там как-то, и какую-то подробность, какую-то историю, что-то еще. Все это изобретается, потому что как раз лукавый говорит, вот чтобы было настоящее покаянное чувство, надо, чтобы что-то такое вот прямо на исповеди эмоции нас переполняли. Нет, вот как раз эта эмоциональность, она может быть неправильной. Эта эмоциональность может быть обманом. Эта эмоциональность может увести нас от истинного покаяния. Ну и еще то, что самое страшное, что человек может и буквально, не то что даже искать грехи при отсутствии грехов, лишь бы в чем-то формально покаяться. Но и наоборот даже грех себе прощать заранее. Ну я все равно покаюсь, вот я буду сокрушаться, ой, как я там буду плакать, вот как я там помню каялся, как слезки лились, и вот теперь, ну, как бы можно и согрешить. Ну и в итоге человек отдаляется от Бога. Господь говорит совсем о другом. Да, Господь говорит о любви. Но Он говорит о любви, которая опирается на прощение Спасителя. В принципе, Господь прощает всех нас. И наша проблема в том, что мы по гордости себя неверно оцениваем. Мы вот думаем, ну я все-таки не та женщина, вот блудница, грешница, поэтому мне вот можно еще побольше погрешить, чтобы я взял, посильнее покаялся и сильнее бы Господа возлюбил. Так проблема-то в том, что нам надо ассоциировать себя не только с Симоном. Ну да, вот там фарисеи осуждают, да, какой нехороший, но все-таки как-то поприличнее, чем падшая такая женщина. А нам надо, увы, раз Господь этот образ нам приводит в Евангелие, раз евангелисты сохранили и одну, и другую фигуру. Они думают, ну могли бы просто рассказать, что вот у Симона фарисея был в Евангелии, но Дух Святой говорит, не забудьте про жену грешницу. Раз это все происходит, это как раз дано для того, чтобы мы понимали, грехов у нас очень-очень много, и мы должны Бога любить очень-очень много. Представим, что вот мы, собственно, нам Господь этот долг прощает, и мы не можем его оплатить напрямую. Ну, нам Господу нечего предложить, но мы, как вот сейчас популярно говорят, асимметричный ответ. Нет, и вот мы такой асимметричный ответ берем и любовью вот этот недостаток восполним. А если у нас при этом неверное совершенно представление о своем долге, греховном перед Христом, нам кажется, что он не такой, а в два раза меньше, что тогда и как-то мы в любви уже будем слабее. Нам будет казаться, да не уж, Господи, я уж с таким запасом тебя люблю, вот я помню, кому-то там уступил, я вот помню, там в храм не хотелось пойти, пошел, хотя там дождь, ветер, вот так был, но в принципе уже можно расслабиться, потому что сейчас-то уже Господь чувствует, ой, ой, как я его люблю. А еще, возможно, даже с кем-то там в интернете поругался, в защиту православия, да, на радость лукавом, естественно, как и вся ругань, вот, но тоже там чувствуешь, ой, вот это любовь к Богу от него принес. Вот и в этом есть опасность, потому что если ты неверно поставил дано, записал, то ты и верно задачу не можешь решить. Именно поэтому здесь Господь говорит, да, что кто возлюбит много, вот эта женщина-грешница, она возлюбит много. И, соответственно, если мы себя не ассоциируем с ней, если мы не каемся, как она, если мы не признаем, что у нас тоже других грехов, другого типа, возможно, не телесных, возможно, мысленных, словесных, каких угодно, что у нас тоже их настолько много, что, в принципе, прощения нам нет, если бы Господь не захотел в подарок, в дар нам дать это прощение, то тогда к нам не могут отнестись слова Спасителя. Еще раз вот просто взглянем. Прощаются грехи за то, что она возлюбила много. А вот о Господе второе уже дополнение, кому мало прощается, тот мало любит, это уже про другого человека, который, может, и не особо каяться. И Господь, в принципе, всем все прощает. Но тут можно сказать даже не о силе грехопадения этот стих, о силе покаяния. Если человек даже совсем немножко согрешил, но сильно кается, Господь не обидится. Если человек слабо согрешил, сильно кается, тоже Господь не обидится, Господь порадуется. А вот если человек думает, что покаяние, в принципе, можно свое минимизировать, то им меньше любви будет к Богу. Тут опять же мы вспомним, что покаяние — это не только что. Вот мы там попросили прощения, покаяние, метанои, изменение ума, то есть вот весь наш настрой на борьбу с грехом. То, что мы не повторяем или хотя бы сражаемся, чтобы не повторить или повторить меньшее число раз. То есть вот вооружаемся на битву с супостатом в грехе, который мы попросили у Господа, прощения. Если мы берем из себя, меняем усиленно, вот это реальное проявление любви к Богу. Как раз о чем Господь говорит? Кто его мало любит, кому мало прощается? Это как раз тот человек, который... Ну, тут много разных ситуаций может быть. Например, который думает, ну, я попросил прощения, «А зачем мне идти в храм на исповеди?» Кается, там батюшка какой-то бородат стоит, ну, что нужно, он-то там при чем? Да? И не пришел покаяться. Бога своим грехом оскорбил, перед Богом не покаялся. Потому что, ну, бывает, иногда ты какую-то подлость человеку сделал, человек даже не заметил. И человек не оскорбился, а Бог, увы, ты против его уже промысла божественного любви выступил, и у Бога просить прощения нужно. Или человек, нет, все-таки он ходит на исповеди. Но тоже он мало каяться, ну, просто берет тоже другую половину. Вот взял, ой, батюшка, там кого-то так обидел, ну, там посудачили, ну, вот как-то там человек меня обидел, я ему в ответ сказал, то есть пришел исповедоваться, а с самим человеком, со своим ближним не примирился. Тоже ты мало, мало Господь тебе прощается, потому что, ну, собственно, Господь прощает все, что ты о чем попросишь. Но если ты не готов просить прощения у человека, то и тоже где же тут прощение от Господа получить? Господь немножко за твою попытку, конечно, даст прощение. Но Он тебе говорит, ты мало любишь Господа, потому что мало действуешь. Ну, и еще тоже, конечно, вот самый тонкий, самый опасный и поэтому самый болезненный вариант для человека, который, правда, ставит себе задачей любить Христа всем сердцем. И человек берет и так же взял, помирился. И даже пришел и как-то у Господа тоже прощения попросил. Но делает это вновь и вновь, снова и снова формально. Я, Господи, вместо того, чтобы менять свою жизнь, потому что исповедь — это же свидетельство, вот святые исповедники, они что, много исповедовались? Нет, исповедники — это те, которые свидетельствуют о Христе, даже когда их на пытки вели. Да, и вот исповедь — это тоже свидетельство нашего покоения, что мы жизнь меняем. Это не отчет в грехах. Если ты приходишь на исповедь и просто сдаешь отчет, как подходит человек и начинает, обижался, раздражался, съел непостное и так далее. И вот заученный список идет, идет, идет. И с одной стороны это как-то может и смешно, а с другой стороны понимаешь, что человек пришел, но просто вот он надо так в очереди отстоять, потом вот в смысле уже к чаше пойти со спокойной совестью, что ну вот я отработал же там и в очереди, постоял список, зачитал, да, и батюшка что-то мне сказал, я ему покивал. И одно и то же, одно и то же. И действительно, Господь, ни одна исповедь не пройдет даром. Господь, вот кто принес вот эту малую толику, это, конечно, лучше, чем совсем в храм не ходить. Но Господь, раз мало покаялся, то он и мало простит. Раз он мало тебя простил, ты его мало возлюбил. Раз тем мало люби Богу, как ты можешь его величие и любви в Царстве Небесном достигнуть. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, лучше не торопиться, не бежать на исповедь ради галочки, а лучше на какой-то неделе просто подойти, взять благословение, причтиться к Святой Христовой Таине, сказать, батюшка, но зачем я вот сейчас буду формально перечислять? Давайте я в следующий раз нормально вот подготовлюсь, подумаю, проанализирую свою ситуацию, подумаю, как оттуда выбраться. Может, вы мне тоже вот скажете, давайте вот лучше, чего на исповеди я вас вопросами, давайте вне службы побеседуем. То есть, когда реально предложишь усилия для того, чтобы из греха выбраться, вот тогда Господь скажет, «Хорошо, я тебя готов больше простить, сообразно твоему усилию». И вот на место прощения, которое вымыло вот это большое количество грехов из нашей души, оно же в святое место пустое не бывает не только в отрицательном смысле, но и в положительном. Да, и на это место уже любовь божественная, может, у нас и нет источника любви, нам неоткуда взять, а вот любовь божественная в нашу душу придет после такого осмысленного, волевого, искреннего покаяния, которое отнюдь не связано, тоже напоминаю, с какими-то эмоциями. И придет любовь в сердце, и уже эта любовь даст нам возможность приблизиться к Царству Небесному, потому что все-таки приближать к Царству Небесному у нас не борьба со грехом, а как раз возрастание любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok